Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард проект от Бросы, где мы играем игроками, которые нам выпадают только в паках, которые мы покупаем на монеты, которые получаем только в матчах. Еще раз освежу вам правила, играем на ПК, вот, и в сегодняшней серии у нас Лукаку и Виналдум будут, у нас три атаки, нет соперника одна палочка, все очень плохо. В обороне сегодня дебютируют в ЛАР, потому что Ивановича больше туда в жизни не поставлен на центр защиты, а Кабуль устал, и он будет отдыхать. В принципе, я думаю, когда этот составчик через 2-3 матча будет совсем уже уставать, там по 70 у всех будет, я применю физформу на весь состав. А вот и первый соперник в форме сборной Швеции и ЙОКЛМНЕ, три серебряных хороших игрока, второй информ Сильву, по-моему, клево будет. Две зеленых карточки, у Магиди там 5 финтов, пейса дофига, но ничего, я в принципе не боюсь, чем не бояться-то его. У меня вот зверь на скамейке запасных сидит, выйдет и сделает дело, как обычно. Сильву, вот всегда хотел за Сильву поиграть, но никогда у меня не было прям такой хорошей карточки информ. Олег Санчес на баге, серьезно, ты с таким... Все, хорошо, спокойно. Я уже поначал за соперник, теперь я хочу выиграть у него еще сильнее. Виналдум, ну же, ну же, ну, зацепился, бей! You like it? You like it! 1-0! Виналдум забивает, по-моему, даже первый гол за нас. Я считаю, что это самый вообще не тупой и не дебильный гол в мире. Красиво, да, получилось? С левой ноги. Снейдер, передача, Маркович, хорошо. Входит в штрафную, проходит удар слева, не получил Снейдер. Блин, Фернанди не подкатился, прям под мяч. Виналдум, пенальти. Отлично. Долги воздаются за 1-6. Воздаются долги. Петер Чех получает желтый. Ну, вратаря, по-моему, в ультимой тим удалить не могут. И что очень странно. Ну вот, колено меня прям в ногу влетело, потому что локтем ударил. И он лонго меняет на стариджа. Эль Капитано готовится пробег к пенальти. Удар, гол. 2-0. Уверенно. Уверенно и спокойно. Главное сейчас не мельтешить. И стараться контролировать мяч. Все в наших руках. Но мы все равно не смотрим сильвозно. Влар, что ты делаешь? Влар, господи, я даже кнопок не нажимал. Что ж, один пенальти в размен на другой. Зачем он его брал? Он же тебя уже обыграл. Отпусти ты его. Пусть навесят, там один Санчес маленький бежал. Магиди. Прекрасно. Бешеная пушка. Джей Родригес, все еще с мячом. Все еще с мячом. Нарушение правил? Да, штрафной. Все, мы победили 2-0. Может быть даже 3-0. Не знаю, как Азеку пробьет штрафной. Азеку бьет. Удар. Перекладина. Влар головой, ну хотя бы справился бы. Нет, все, 2-0. Хороший матч. Мне понравился. Гильер на 0-е стоял. И в паре моментов он действительно сейвил. Ну и вот так нехорошо, говорю, сыграли. Неплохо сыграли в атаке. Не идеально, конечно. Ну и, в общем, оранжевые игроки. Информ. Победить нас не смогли. Мы молодцы. Гильерми лучший игрок в матче. 7 сейвов. 8,1 оценка. Клево. Виналдум и Капитан забили. Кстати, два голландца. Может, голландцы правда тащить начнут. Так. О, у Гильерми кончился контракт. Это я тебе его, конечно же, даю, но... У Джей Родригеса кончился контракт. Ребята, у нас проблема. Остался один контракт. И у Виналдума матч я, пожалуй, его тогда... Припасу... У меня у кого-то... Я там на кого-то применял случайно. По 99 контрактах. Причем на игрока, который мне особо не нужен был, насколько я помню. Так. Варгас, Лукак впереди. Снейдер и Нан. Здесь мне, в принципе, все нравится. Никто особо не устал. Маркович тоже справа хорош. Так. Ну и... Поехали. На русского соперника мы попадаем. С нерусским составом. Ну, снова АПЛ. Схема, с которой мы с вами... За прошлой серии, по-моему, играли. Ну что ж, Кост, Руни. Я думаю, тут даже никого называть не надо. Опять у всех этот Уокер стоит в основе. Мы готовы. Сильно состав мы только что уже били. Что мешает нам сделать этого второй раз? Кост, ну как он прошел? Нет, 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 нет! Молодец соперник, хорошо все разыграл. 0-1. Туре взял просто борьбу, проиграл. Мата. Удар был. К сожалению, у нас снова началась болезнь. Пасы на 2 метра мы отдаем мимо. Так она и называется. У нас с этим ничего поделать я не могу. Снейдер. Снейдер. Передача сюда. Маркович, ну! Да не имел ты права! Стопроцентный, блин, момент опять! Ну сколько можно-то, а? Ничего нас жизнь не учит. Хорошо, Маркович, обегай! Прострельчик! Ну, Лукаку! Сверлим мы первый тайм. Открываем, на связи с нейдера не хватает. Мне просто не хватает. Лолана тогда пусть будет в подсине. Давай, спасай нас. И одну заменку еще оставлю. Спасами надо наладить как-то, но нет у меня... Тот же Снейдер, он единственный, кто отдает точные передачи. Все, вся остальная команда, даже если пас, ну, прям вот на 2 метра, они все равно мажут и сопернику на ногу зачастую отдают. А вот против... Ну, вот сейчас, как бы он прошел мимо всех? Хорошо, что пробил, мог на косту отдать, был бы гол. Влар, отбери мяч, пожалуйста, икотни пас. Хорошо. Теперь можно что-нибудь придумать. Лолана. Пас на Варгаса, выход 1 в 1. Удар. Это не гол опять. Это опять не гол, ну, ребята, ну, забейте. Забейте, пожалуйста. Каждый раз, когда я сажусь записывать отбросов, я думаю, вот, сегодня будем хорошо, надеюсь, играть, у меня классное настроение. И зрителям понравится, как мы тащим, боремся, пытаемся выиграть, даже когда проигрываем. Но, блин, когда команда не играет, а вообще ничего не получается, сразу настроение начинает портиться. Вот что этот за отбор? Зачем такой отбор? Я с ТВАут мяч выбиваешь. Отбор сделан для того, чтобы мы мяч сохранили. Красная. Красная карточка, чистейшая. Да ты что, судья, блин? Победа соперника заслужена. Действия моих защитников ниже всякой критики. Но почему не дали красную в самом конце? Почему в этом моменте Лоланы не забил? Вот я убрал все. В угол, низом, сильно, он бьет по центру. ФНСом бил я здесь. Не вот так вот. Вот если бы здесь еще Маркович забил, как я хотел. ФНСом. В левый угол, а не по центру. Ну, два мяча забили. Но нет. Еще один матч проиграл. Мне кажется, третий дивизион будет нашей Немезидой. Я дважды подбирался к тому, чтобы с титулом выиграть. Но постоянно что-то останавливало меня. Не знаю даже, что меня сейчас останавливает. Почему я не могу преодолеть его так. Маккарти, давай последний контракт свой трать. У тебя больше контрактов не будет. Поехали. Последний матч в серии. И наш последний соперник. Лиг смерти называется в состав. Испанская лига. Три информа. Снова косты. Давайте посмотрим, что он нам сможет предложить. Варгас, Лолана. Ну. Гол. 1-0. Да, получился заброс, конечно. Но сам по себе гол неплох был. Пике, по-моему, спасти там не смог. Красиво. Ножницами. Так, Лолана. Вы посмотрите, что на него нашло. Выбирает удар. Удар. Воу, воу, воу. Лолана. Красавчик. 2-0. Дубль оформляет. Вот это уже чисто боевой гол. С обыгрышем, с ударом. Молодец, Лолана. Понимаем, что у команды могут наступить трудные времена. И мы какие-то вообще несуразные поражения получаем время от времени. Но. Мы все равно боремся. И вот уже 2-0. Гильермия, молодец. Костомаук сравняет сейчас. И какой пас. Какая атака. Ну же. Варгас перекинул гол. Что было? Какой нафиг оффсайд. Блин, ну вы видели, как это было раскатано. Как это было раскатано. И перекидочкой. Ах, отобрали у нас гол. Я не знаю, чисто он был там или нет. Но, видимо, все-таки был оффсайд. Потому что я оффсайды не видел, когда пас сдавал. Я не буду слепо прямо нас защищать. Ну, значит, был оффсайд. Лукаку. Хорошо. Убирает. Убирает. Проходит. Бьет. 3-0. Сейчас мы покажем, кто здесь настоящий лик смерти будет нести. Лукаку. Отлично. 3-0. К 20-й минуте матча. Даже к 19-й. Сейчас вперед. Варгас. Отличный шанс. Ну, забивай же. Вратарь, по-моему, засейвил. Да, это угловой. Так, прошел. Прошел удар. Вот это гол. Дубль Лукаку. 4-0. Давайте посмотрим повтор. Хотя бы один. Я, на самом деле, планировал вот так пробить, но я не думал, что он с такого угла внешне так вывернет под руку вратарю и забьет. Это было очень круто. 4-0. Рэйчки. До свидания. Спасибо за игру. Лик смерти. Маккарти 10-0. В последнем матче. И как жаль, что он сыграл его не полностью. Ла-Лана 2 гола. Лукаку 2 гола. Прекрасно. Че по голевым. Варгас, Маккарти, Лукаку. Игревых отдали. 4-0. Это было... Вот это было так, как надо. 13 очков набираем. 2 игры и мы... Мы можем, мы можем пойти на повышение, если следующие 2 игры выиграем. Верли я в это? Да. Выиграем ли мы? Не знаю. В любом случае, вторая уже серия, где третий матч не доигран, но делать нечего. Все, у меня больше нет контрактов, я не смогу ничего в Маккарти применить. Сюда, наверное, приходит... Матюиди. Вот. Посмотрим, как будут дела у нас обстоятельствовать в следующих сериях. С вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх и счастливо.